привет ребятки, привет мои хорошие сегодня Иришка на работе добывать продукты питания или как поесть при появлении такого желания придется самому, поэтому я буду немного удивлять себя вас всех, буду готовить соответственно что самое желанное, что самое вкусное для простого отечественного парня соответственно это пельмени ребят мы показывали их делали с Иришкой ну в принципе делала там она а я вам покажу такой быстрый, простой холостяцкий я бы сказал без всяких там лепок этих пельменей в общем шедевральные пельмени, сейчас что и покажем удивляет так удивляет ребят самое интересное ребят что эти пельмени, это в принципе и любые наверное сможет сделать маленький мальчик, маленькая девочка большой дядечка, большая тетечка и мы в конце еще посчитаем сколько они нам выйдут ну по ценовой политике, сколько они в деньгах то есть тут будут все натуральные ин-ди-ри-ди-енты то есть все будет четенько ну по цене думаю они получатся несколько дешевле тех, которые в магазине что вы затраты делаете ну ходя в магазин что вы затраты ну временные делаете на приготовление этих пельменей сейчас все покажем я в принципе в интернете тесто скачал тесто я не знал как делать ну найдете может какой-то получше ну вроде простенько, со вкусом сейчас покажу то есть для этого теста нам там всего понадобится одно яйцо штука 200 грамм миллилитров как воды пол килограмма муки одна растительная ложка одна растительная одна ложка растительного масла вот этого перфинированного как карфинированного ну короче в бутылке которая и пол чайной ложки соды сейчас мы все перемешиваем ну как все сейчас мы перемешиваем яйцо воду растительное масло до однородной массы а потом добавляем муку и соль и все это перемешиваем в комок сейчас все покажем тут у нас уже все отмерено отсыпаем по чуть-чуть потом добавим еще тесто таким макаром делаю первый раз думаю все получится четенько как и всегда у нас как вы видели ребят 5 сек и наше тесто готово понятно что комбайн он делает это несколько быстрее но руками я думаю не намного дольше поэтому тесто делается быстро сейчас мы его в однородную массу еще смешаем на стол кинем руками чуть вымешаем покажем как это классическими мужичачьими руками делается легко и вольготно и положим его в холодильник как бы на созревание на часок ну так в гугле написано как бы тот же не обманет паренек или как его так называют сделаем как написано но это тесто мясо я знаю как сделаю как делают я его сделаю нормально что-то оно у меня разваливается на кусочки мы победим немного ПВА и будет счастье для скрепления комбайн комбайн ребят так не смелит как не вымешает так как очумелые ручки то есть мы сделаем сейчас все гораздо лучше ну как домешаем комбайн нам просто помог ребят все как бы это естество явство в наших руках послушай все в моих руках все в моих руках и даже пельмень вот такое тесто у меня получилось но оно прям тугенькое надеюсь это положение спасет то что мы его положим в холодильник на час как нам и советовали и кстати ребята делитесь этим видео со всеми пареньками чтобы выйти из-под гнета жен а то чуть что они сразу сам себе жрать и готов они скажут вот на канале дневник самоделкина есть супер пельмени которые мы можем сделать сами мы их сделаем и победим этот гнет сможем сами короче тут это не сложно я все покажу расскажу как скинуть это игр поэтому повторяем делимся главное с остальными порабощенными пацанами ну если так можно сказать и выходим из-под этого гнета пельмени это делается очень просто я вас научу плохому вложим в пакетик и в холодильник 12-10 то есть около часа наше тесто будет готово но мы пока не будем пасти бобров как бы вас сказать мы сделаем фарш ну ребята и чтобы не получить куздюли за вот этот армагедец который мы устроили готове пельмени за собой в принципе вообще надо сразу мыть посуду чтобы она в раковине не стояла иначе это нафиг раздражает портит настроение и все такое то есть то что мы вымазали сразу и моем будет отличное настроение у вас у вашей жены девушки и главное будет порядок на кухне что наверное немаловажно когда чисто настроение другое душа цветет благоухает хочется возвращать все домовладения ну как в свой дом в уютное гнездышко ну когда посуда чистая поэтому желательно чтобы так было не всегда так получается но мы стараемся ребята видите четенько ребят как будто никто ничего и не делал ребят возьму ну я так думаю где-то где-то полкилограмма мяса ну на то тесто которое сделал у меня то его есть больше но думаю хватит столько сейчас откладываем это бедрышки обескостленные ребят без кости отлично отлично прям полкило четенько в один миллиграмм там на пыль на волоса на шерсти которые там висят я смог хотел полкилограмма четко полкилограмма тут еще осталось дозняк хороший теперь это все мясо ну соответственно перемалываем берем лучка ребят и побольше тогда наши пельмешки будут посочнее это я так ну как бы не столько придумал не столько придумал ребят как предполагаю думаю так и будет обычно ну в чебуреках вообще везде лук дает сочности изделию поэтому не будем жалеть лучка блин что-то когда уже начал лук молоть в мясо появились такие подозрения что возможно он там не нужен наверное все-таки нужен думаю хуже не будет но чеснок чеснок это надо по-любому прям 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 ну пол головки точно мы чистим и так же через мясорубку туда в мясо делаем блин такое ощущение что осталось еще добавить хлеба и и получатся котлеты но но у нас будут пельмени ребят классные пушистые шедевральные изысканные страшненькие ребят но очень легкие приготовления пускай даже страшненькие и по силу глаза режет как по силу приготовить любому вот ну что немаловажно сделаем удар по пельменским по магазинам пельменям ну не покупая их а делая свои пусть ужаснутся пельменничные продавцы ребят я тут сходил погуглил можно сказать делаю работу за вас ну у меня то были сомнения в принципе лук фарш надо прям луковицу написано у меня то луковица мощная но исходя из того что я сейчас буду ее молоть последняя часть останется в мясорубке прям вот эту вторую половинку тоже туда до малую дабы придать еще более изысканности и сочности нашим пельменям чтобы брызжили во вроке соком таким насыщенным мясным ароматом как чеснок уже там будет просто огонь ребят ну смотрим самое интересное это конечно лепка пельменей это будет шедеврально навряд ли кто так видел хотя как знать это такие вот как в общем это было когда еще ну как один жил пельменей хотелось потрескать я вот так прилопчился их лепить быстро просто элегантно я бы сказал страшные пельмени но очень легко леплящиеся посмотрите барс пришел барс что орешь без барса никак вот она каталяндия да каталяндия каталяндия ты 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 уже и рыжий прокрался иришке нет тут пока тасается иришка не терпит его тут я разрешаю я добрый паренек опять режет лук в принципе мы тут еще и готовили 20 минут у нас уже в принципе готово тесто готов фарш осталось только налепить и сразу лепим и кидаем воду варим едим то есть элементарно господа все это у нас делается и да ребят тесто у нас еще не долежалось надо же чтоб час полежало поэтому немного ждем расслабляясь сладкое нервание какого нибудь музыцирования музыки там включим сейчас что нибудь на компьютере и в пупочке и выкатаем из пупка пупковые катышки за зиму что у нас собирались ну что ребятки наш час вышел тесто готово ну по идее сейчас было 10 минут сейчас без 10 короче час прошел приступаем непосредственно к лепке пельменей с нашей основной нашей шедевральной нашей самой главной как правильно сказать нашей самой главной стадии приготовления этих пельменей вот вроде все ровно ребят но большая в том проблема в том плане что давно не готовил сам то есть я ни хрена ничего не найду короче все где-то мне скалка нужна а вот вот она родная у Иры все где-то поныкано но я нашел я смог продолжаем ну как по мне ребят тесто жестковато не знаю может я не прав конечно были времена делал все это гораздо лучше мягче пышнее наши страхопедики налепим для тех ребят кто не умеет лепить пельмени нам ребят нужна полоска две полоски как там в песне херакс это пока чуть-чуть в сторонку ребят а это и будут наши чудо пельмени теперь ребят херакс в принципе вот они наши пельмени готовы ребят как вам ребят мои первенцы сейчас покажу поближе эти чуть первые они страшные а вот эти прям уже нормальные будем повторять вот такие которые получше то есть сейчас просто продолжаем лепить и можно в принципе уже даже воду ставить дабы варить наши пельмешки не прошло и часа как бы они у нас уже кипят бурлят варятся так это еще в пупке сколько ковырялись ну что ребят воду я поставил пельмени в принципе налеплены но самое страшное в том это наверное у всех так бывает дождь идет короче нет у нас ни сметаны ни масла ни майонеза ну с чем то их надо же есть как бы пельмени смазывать чтобы по гортане проскальзывали ну и едем едем за маслицем пока вода нагреется два зайца в одном как говорится пельмешки без пешки без лепки практически так просто в колбаску завернули пошинковали а все равно вкус пельмени можно зажмуриться даже чувствовать что ешь настоящие пельмени если не смотреть на эту страхопетину не ну они как не сильно страшные нормально ну что что ну что ребят я думаю еще вода не успела запузыриться на плите поставили загреть а масло уже ну как масло спред понятно что для бедных и нищих для нас чтоб лишь бы проскальзывала в гортань пельмешка уже куплен ты че чудище там сидишь власть вот ребят уже схватывается как раз сейчас кидать будем все четенько получилось ну и пока оно будет вариться мы еще подлепим накормим аришку нашими шедевральными пельменями пусть знает наших что мы тоже мы идем что мы тоже не пропадем можем то есть за один раз ребят мы лепим раз два три четыре пять шесть семь пельменей самый страшный ребят но самый мясной ребят явство по-любому шедеврально запах изюмительный не просто а вообще огонь-огонь там же и лук и чеснок перец огонь сейчас попробуем конечно попробовать как бы оно просто горячее пельмешки не очень страшные ребят видите ну как они квадратной формы не круглой но на вкус это никак не влияет ну косячил чуть-чуть чуть-чуть во-первых забыл воду посолить ребят где варил так бывает и тесто не соленое но не солил изначально в итоге они чуть-чуть не соленые мясо-то соленое есть можно если еще сметаны кепчупа но однозначно ребят могу сказать что это гораздо гораздо лучше магазинных покупных сейчас я еще посчитаю во что нам это вылилось и там где-нибудь напишу то есть у нас получилось минимум полкилограмма теста минимум полкилограмма мяса то есть уже килограмм кило двести ну луковица кило двести наверное пельменей получилось за-за-за-за-за посчитаем ребят ну что могу сказать теперь о цене данного изделия данных пельменей блин сейчас на четыре там что-то рублей пятнадцать получается пятнадцать и сто двадцать сто тридцать сто сорок рублей за-за-за за сто тридцать сто сорок рублей ну там грубо говоря полтора килограмма пельменей домашних сделали ну в принципе наверное верно на этом и все всем пока счастья здоровья успехов в личной жизни маленького человеческого счастья и большого даже тоже избранным попробуем Иришку удивить вечером подкормить еще и добавить к видео в не вошедшее видео но если будет удивление соизмеримо нашему шедевральному блюду если не соизмеримо смысл добавлять а то что скажет в пейфу должна сказать шармон если скажет иначе нафиг все ребят пока они здесь внизу в надушечке сумасойдешь огонь огонь это не все это не все в морозилке мороженое сумасойдешь обалдеть обалдеть я понимаю в этой жизни я видела все супер супер класс сейчас будет самое шедевральное дело не визуализации данного продукта ребята в его вкусовых качествах да ну хочешь тебе завтра нормальных это как маленькие облачко пух в афротике пух 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 с мясом но такого креатива я еще не видела какой ты молодец да 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 вот такой молодец ребят и вы тоже можете быть такими молодцами все ребят пока субтитры